МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руководителя Волховского отделения Центра госинспекции МЧС России. Однако не все прислушиваются к советам не выходить на лед. И в Татарстане вновь обнаружились любители опасной рыбалки. Ну вот они, рыбаки-смертники. Рыбы важнее жизни. Кто-то с палатками даже здесь живет, походу. Напомню, что ежегодно в России из-за поздней зимней рыбалки тонут сотни рыбаков. Будьте аккуратнее. Ну вот они, рыбаки-смертники. Рыбы важнее жизни. Кто-то с палатками даже здесь живет, походу. Конфликты на дороге происходят ежедневно. Причины бывают разные. Неаккуратное вождение, незнание правил или просто невнимательность. На следующем же видео два автомобилиста не сразу смогли урегулировать спорную ситуацию. Если ты сейчас не уберешь машинку, я в ГИБДД направлю, тебя лишат прав. Если машинку сейчас не уберешь, ГИБДД видео направлю, тебя прав лишат за трещение двойной сплошной. Всего доброго. То, что у тебя есть корочка, не дает тебе права нарушать правила дорожного движения. Хорошо. В комментариях же интересуются, какую же корочку демонстрировал оппоненту водитель такси. А как вы думаете? 1 апреля Новосавиновский район Кайазани встал в глухую пробку. Особенно тяжелая ситуация на улице Чистопольская. Там, на мосту через улицу Амирхана, водитель стареньких жигулей решил погонять. Видно, что суетолог на высокой скорости обогнав сначала один автомобиль, потом второй. Но тут на пути оказался троллейбус и на соседней полосе, и на Марка. Водитель дал по тормозам, его занесло сначала на ту самую на Марку, а потом отбросило на троллейбус. В итоге аварии пострадал только водитель жигулей. А автор следующего видео запомнит поездку на рыбалку в село Именьково надолго. Мужчина оставил внедорожник и спокойно отправился на берег. Неизвестные, проходя мимо Тойоты, приметили сумку на заднем сидении. Злоумышленники не придумали ничего лучше, чем разгромить автомобиль, чтобы добраться до вещи. Последствия кражи владельца автомобиля запечатлел на видео. Приехал с рыбалки Именьково, увидел такое, короче, стекло разбили. Даже нормально разбить не смогли. Поранили. Сейчас грабителей разыскивает полиция. В московском районе пенсионеры устроили дежурство у мусорного контейнера рядом с одним из супермаркетов. Местные жители говорят, что иногда бабушки устраивают разборки из-за находок. Средний размер пенсии в России в 2020 году составил 15 тысяч рублей. А следующее видео доказывает, что прямые руки, немного смекалки и креатива могут значительно упростить жизнь. В Татарстане мужчина сконструировал станок для колки дров. Выглядит впечатляюще. В комментариях шутят, что Илону Маску стоит присмотреться к потенциальному перспективному работнику. Стали свидетелями необычных событий? Присылайте свои видео в нашу группу ВКонтакте. Адрес вы сейчас видите на экране. На этом все. Это были самые горячие видео с просторов интернета. До встречи на телеканале Татарстан-24.